Потерпел, можно сказать, огромную-огромную потерю. И он строит храм, город Тула. А там отец Леон Суворов, и он ему книгу как-то дал, и он тогда выступил спонсором. И таких людей там, главные, подпадая в Сбербанке, управляющие. Ну, то есть люди есть богатые, которые осознают. В наших книгах реально как? 17 тысяч всего разрушено. Мы взяли конкретную землю, получили статус, без помощи государства, 21 год. Не в рублях. Строится школа, храм. Но поселиться может, кто дал, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Когда я сказал, правила эти в краевом отделе института были зарегистрированы, в краевом администрации, я говорю, так у нас тут ни одного такого нет. Во-первых, статистики могут говорить неправду. Вот эти все матерятся, вот эти курят, и так проще. Но именно так жили люди. Мы вернулись к истокам. Вот я начальник детского лагеря. У меня строгие правила, строгие. Во время игры мальчик не имеет права девочке даже пальцем не коснуться. Почему? Саламудрие, стыдливость, на чем основывалось все. У нас образец сегодня есть, это мусульмане. Показать. А это все русское, исконное русское. Но мальчик всегда первый. Это кормилец, это защитник, это судья, это священник. И они это все понимают. В лагере подъем в 5 утра. До такого лагеря нет сегодня. Молитва, чтение, пробежаться по России, искупаться. И привозят ребенка, они говорят, мы купили наручники, приколную батарею. Из-за того все вытащил. 14 лет. Через месяц они не могут узнать. Ну, прослышали там в интернете. Прилетает через Останкино директор Кэстонского института из Лондона, Ксения Дэннон. Привезли прям с Останкино, специально сопровождающей. Там профессора психологии. И исследуют секрет. Понятно, что не на дороге валяется. Потому что сняли фильмы о нас. Один фильм занял первенство в России. Второй главный фриз в Югославии международном киноконкурсе документальных фильмов о православии. И выводят главные движущие силы, тирея с большой буквы, любовь. Любовь это не всегда взволенность. Ребенку нужно показать рамки. И вот у нас, которые люди нашего рядом с нами, ну, дети бывают, ни один не попадал под дедовщину. Это многие погибшие там. Ни одного развода. Это мечта любого правителя. Это все в книгах отображенных. Как это сделать? Вот если такое, подъезжаешь, в город написано. Путин сказал, единая Россия, великая Россия. Она единая в чем? Мне приходится быть на разных конгрессах. Ну, приглашают. И какая объединяющая идея? Ну, с паралитариями всех стран объединяются, от Павла, там КПС, СЭС, там нет этого. Я говорю, я знаю. Как вы знаете? Это сегодня никто не знает. Я знаю. Пишите четыре слова. Это то, что нас всех объединит. Дети, воспитанные. Я еще не доспользовал. О, дети, так это, конечно, будущее. Воспитанные во Христе. На основании Святой Библии. Это совесть. Это осознание того, что Христос умер за тебя, пролил кровь, ты себе не принадлежишь. Жить нужно для Бога. Это ребенку вкладывается. В каждой книге. Допустим, вот книга. 18-й книгу. Основной свет мусульман зеленый. Полностью здесь развод Корана, фасура, мариоэта. В сравнении с Библией, повторяю, книги все шито. Это просто на корешке хрустит. Вот. И что о мусульманах было сказано за 1300 лет. И как нам прийти к миру? Как быть полезными друг для друга? Я в 17 лет, я в пяти тюрьмах был, я знаю психологию заключенную. Как подойти к этим людям, которые уже попали туда? Как подойти к этому мусульманину? Не просто он плохой. Вот эта книга, как беседовать с сектантами. В моем доме многие баптисты, адвентисты пришли и стали православными батюшками. Ни нападок, ничего нет. Просто берем самое сильное, которое их руководители беседуют, и их книги. И на этой основе мы почему признаем Божью Матерь? Почему мы крестимся? Почему крестим детей? Здесь все объяснено. И когда им покажешь, какие они хорошие, они очень хорошие эти люди. Просто клеймите, а сектанты плохие, мы хорошие, этот номер не проходят. Они хорошие. Они работают нормально, они и разводов не учат, но они не церковь. Вот я на чем беру. У них нет священства. А нет священства, нет таинства, нет причастия. И поэтому надо войти в церковь. И они это понимают. Вот здесь у вас в Анжеросуженске. Одно время прислужил Геннадий Яковлев. Это республиканского масштаба комсомольский работник, двоюродный племянник, главного идеолога страны Суслова. А потом, когда он стал яромонахом, в моем доме он обратился, как говорится, в мое духовное чадо. И, может, слышали, это было в Красноярском крае, Тура. И Кришнаид убил его, отрезал головы, зашел в алтарь и бросил на престол. Там было от патриарха Алексея, второго тогда было где-то. Этот человек жил здесь. Я специально приехал, ну, как бы, могу сказать, почти память. Это был большой человек. Он закончил Одесский исторический факультет, комсомольская работник на Украине. Представьте, дядя, главный идеолог страны СССР. И он обращается к Богу, делает саиромонахом. Это Бог делает. Вот у меня следователь военный. Он обратился сейчас, служит батюшкой. Был еврей, привезли одного отец славы в Израиле. Он обратился в помощь к патриарху, священник православный. Это Бог делает. Повторяю, это не моя работа. Вот здесь 3460, все это не мои стихотворения. Все они по 9 куплетов. 80 положено на музыку, музыка дается. Это просто Бог дает. Я когда назад возвращаюсь к стихам, я первый раз их вижу. Меня поэты спрашивают, где вы берете такие темы? Тема абсолютно обо всем. Я на молитве стою. Мы каждый день молимся. Сегодня мы ночевали где-то в лесополосе. Мы по порядку. Мы не можем где-то ночевать. У нас с собой все есть. Стали, утреннее правило. 100 поклонов обязательно. Там все описано. Вот в интернете, если выойдете, мы оставляем свой сайт большой. Кто желает, если получить, я вам сейчас данные. Можете переслать. Кто-нибудь возьмет. Это огромный супер сайт. Такого не времени. Там 50 книг моим голосом начитаны. Это Гиблия, Архипелад Дурак, 12 томов Златоуса, 12 томов Жития Святых. Ну, то есть, Антонштадтский, там, Серафим Саровский. Если вы зайдете на форум, а вверху написано, православный, это на сайт. Форумы на тело, это на сайт. И сразу на форуме, там, 1300 тем. 530 роликов о нас. Эти фильмы, которые я назвал, «Причустия и Золотом злопотеряйки», они онлайн можно смотреть. Вот. Ну, здесь хотели, кто тут отвечает за все, показать. Вчера мы были в Кемеровской библиотеке, в городской, а до этого были в Краевой. А надо будет снять ксерокопию, потому что мы побыли да уехали. А тут бывают какие-то вопросы. Ну, в Кузнецкой тоже большая. Да, можно снять. И вот, смотрите, в библиотеке, вон, а родилась страны. Ленинской библиотеке теперь, в Москве. Парварденской библиотеке. Вот. Большая, очень, Кеменская. Большего размера библиотеки. Четыре этажа, как инотром. Кеменская. Вот в Толске были тоже большие библиотеки. Мы кое-что распространяем не церковное. Если у нас этого нет, можно было бы дать. Вот. Это извещение академика Мехачева. Тоня, прощите, слух. Может быть, известно. Отношение к библиотекам нужно выровнять. Но если есть библиотеки, то культура не погибнет. Допустим, академия не хочет. Если это кому-то может быть, я просто положу их здесь. Людям нужно дать осознание того. Это не просто культура. Это наша история, это наша жизнь. Каждый день, когда-то любили Бога. И вот отношение к патриархии сегодня спрашивают. Можно было бы снять. Если можно, прощите. Сейчас, смотри. Библиотека державная Духовно-просвидительского центра патриархия Владворья с благодарностью приняла от Лапкина Игнатия Игновича книги «Новый завет» с торгованием блаженного Феофилакта с комментариями Лапкина. «Симфония на жития святых», «Симфония на неконические книги Библии». Для Слова Божия нет... Парламентская библиотека, главная страна, имеет такие книги, кашпиры. Я кое-что показываю. Омская, Тюменская, огромные библиотеки. Больше ста уже мы проехали. Это не экстремистская, конечно, литература. С такой литературой, говорит, к президенту не вылазит там. Были какие-то, видимо, сигналы, что это необычное дело, и милицию, и уголовный розыск. А потом выходим, фотографируемся. Я сегодня одному батюшке сказал, нам дают репоту, что мы православные. Я слишком много занимался историей на разных странах, и скажу, что это несправедливо. Мне, конечно, это приятно. Представьте, проверка, я православный, от меня все отступились. Сотрудники ФСБ тут фотографируются. Но те люди, которые считаются ниже нас, они не хуже нас. Вот с чем дело-то. И рано или поздно нам придется за это отвечать. Я пользуюсь льготой, которая как бы сваливается на меня, что я православный, мне двери открыты, библиотеки принимают. А тем, значит, вот если я в аптеке, библиотеки, там от двери не ходят и светили, и голову по домам где-то. Смотреть надо, к чему призывают. Я вот за что. Я просто внутренней болью делюсь. Мне хорошо сегодня, но я боюсь как бы... Да не боюсь, я просто знаю. Мы многое-многое отпускаем из виду, когда дозаботимся о сегодняшнем деле. Вот в разных библиотеках, так людей собирают, мы поступаем конкретно. Вот посмотрите еще. Показал я несколько двух. Попитаться потом. Это 74 человека, которые пришли через занятия в университете. Это бывшие парторги, работники, прокуратура. И как они стали верующими? Обратный адрес и их телефон. Это очень интересно. Если кто пожелает, потом увидим. Иногда спрашивают сегодня благословение, не понимая даже этого слова. Благословение. Слово, почти. По благословению Песня, при освященном Евгении, епископа Лишинского и Сибирского. И по благословению, при освященном Максиме, епископа Барнаульского и Алтайского. То есть, это официально, по одному слову, как найти из 12 книг жития святых, мужа и жития. И основное, о чем говорили. Луксин камень привязали на шею. Это 12 томов, 1173 жития, биографии. И, ну, слышал, не знаю, там, ребенок стоял, где еще сам в воде. Соответственно, ребенок, дитя, или вода нашел, и по нему теперь сколько раз, 12 томов, встречается в какой книге? Как поисковик, сказали. Вот. Тут еще одна книга есть. У нас, простите, ради Бога, у нас люди сейчас все разъедут. Сейчас я скажу так, пожалуйста, все. Слышали, убит Александр Медис, священник был. Конечно. Его книги. Вот это мои личные с ним беседы, встречи. Этого больше нигде сегодня нет. Ну, все тогда. Мы все познакомимся, вы не переживайте. Так, ну, сейчас. Дайте мне вопрос, который запомнился. Визитки где эти сайты? Раздалее уже все. Там еще внизу потом везет. На первом этаже. Хорошо. Себе дать? Тремя секундочку. Да, пара. Затейте, не расскажите, я вам еще информацию, да? Да. Заходите на наш сайт. Только мне парочку. Вот так. Казатель, где городская область, пофигачка, шоколка. Спасибо. Спасибо.